Здравствуйте! Могут ли активные представители общественности влиять на решения властей? Во многом это зависит от того, кто эти самые активные люди. Частично они собрались в новом совете Общественной палаты Тюменской области. Сегодня у нас в гостях один из тех, кто впервые примерил на себя эту роль. Пульников Сергей Александрович. Окончил Тюменский нефтегазовый университет по направлению прикладная механика. После окончания вуза занялся бизнесом. С 2015 года генеральный директор агрофирмы «Русич». Кандидат технических наук. Один из руководителей Западно-Сибирского союза потребителей и переработчиков органической продукции «Биопродукт». Член Общественной палаты Тюменской области. Сергей, здравствуйте! Добрый день! Итак, меня вот интересует первое. Что человек делает, каким вы безусловно являетесь, будет делать в Общественной палате, которая собрала очень разношерстную, скажем так, компанию? Ну, собственно, те проекты, которые вышли за рамки предпринимательства, за рамки бизнеса, который зарабатывает деньги, они уже требуют другого уровня кооперации. И Общественная палата позволяет это сделать. То есть, когда ты реализуешь проект сам, со своим коллективом, это одна сила. Когда тебе помогает сообщество и вывести его на другой уровень, региональный, федеральный, то проект становится сильнее, к нему больше внимания. В этом выгода. Вот и у нас таких проектов уже несколько. И если на меня смотреть, как на предпринимателя, который в палату вошел, это здорово. Там есть комитет специальный для развития предпринимательства и оценки проблем, их решения. А наш проект – это проект объединения товаропроизводителей Тюменского региона. Долгосрочный проект. Мы создали союз, и он как раз и является нашим перспективным проектом, который будет реализовываться также через Общественную палату. В чем вот помощь будет Общественной палатой именно в этом отношении? Ну, там много есть механизмов. Во-первых, привлечение внимания – это большая помощь. То есть, общественного внимания. Ну, ты становишься сильным, когда вот твоя идея начинает нравиться большему количеству людей. Они понимают ее замысел и, соответственно, подключаются и поддерживают, даже ничего не делая. Это очень важно. На ваш взгляд, тот состав Общественной палаты, который сейчас сформирован, кстати говоря, вы собирались в удивительном месте, потому что я знаю, что и вас около 100 человек. 103. Да, 103. 103 человека. А между тем, разрешено сейчас собираться не более 50 людям одновременно в одном месте. Я так понимаю, вас всех разделили на несколько мест, да, и видеоконференцию устроили. Вчера это было интересно наблюдать, как получится организовать это мероприятие. Были забавные моменты, но разделили на три зала. Надо дать должное организаторам, Геннадию Николаевичу Батареву, что все прошло. Который остался председателем палаты, да? Да, который был избран председателем третьего созыва. Поэтому, ну, эта ситуация с коронавирусом не изменила и не повлияла на ход событий. Палата собрана и 43% новых членов, я думаю, это интересная перспектива у палаты в ее будущей деятельности. Но это ни до кого не секрет, что практически все решения, которые принимаются в нашем обществе, так или иначе, основаны на решениях властей. Вот влиять на решения властей, вы каким образом собираетесь и собираетесь вообще? Влиять на решения, да, нужно просто делать. И когда дело твое заметно, само влияние уже неизбежно. Вот если просто ходить и рассказывать о том, как надо и как хорошо было бы, но ничего не прикладывая к этому, никаких достижений, никаких свершений, которые ты делаешь, делаешь с своей командой, ну, можно долго разговаривать и лозунги кричать. Поэтому влиять на власть можно только через результат. Вот он у тебя сегодня есть, вот, пожалуйста, ты можешь входить в дверь кабинета замгубернатора с ноги, ну, так, с юмором. Да, условно говоря. Когда-то, когда мы произвели первый продукт наш, Иван-чай, мы так и заходили в кабинеты к секретарю, она спрашивает, как зовут, мы говорим, Иван-чай. И, соответственно, мы проходили в эту дверь. Поэтому вот это так. То есть у вас же уже как у предпринимателя был опыт взаимодействия с властями, он какой для вас, больше негативный или позитивный? Ну, опыт, он не может быть вот таким негативным, позитивным, он есть, его, как говорят, не пропьешь. То есть он уже есть, его невозможно забрать у меня, лично у меня. Поэтому он всегда положительный. И этот положительный опыт дальше только в плюс. И поэтому мы, если делали какие-то ошибки при взаимодействии, сегодня мы уже их учитываем, делаем другие шаги. Ходим по-другому совершенно. Позитивно, понимая, что у всех есть свои проблемы. В процессе управления огромной областью тоже есть много проблем. Мы их видим со стороны предпринимательства. Мы понимаем, что многие решить нельзя, потому что есть взаимосвязь с федерацией, есть взаимосвязь с уровнями муниципалитетов. И вот в этих обменах информации очень много проблем. И мы стараемся сейчас помочь вот в этом направлении, делая проект. Например, я лично участвую в разработке проекта сельского предпринимательства, развития сельского предпринимательства. Вот по тому тренду, который задал президент. И нас слушают, нас приглашают. Мы вместе планируем провести форум сельского предпринимателя. Ну, как не положительно. Вот это единственный правильный опыт, который мы сейчас получаем и проходим. Ну, то если говорить вот об этом проекте, год сельского предпринимательства объявлен у нас в Тюменской области. Вы какого результата по итогам ждете? Что должно произойти, чтобы, ну, вот, сказали, да, год сельского предпринимательства прошел не зря? А вот здесь я встречный вопрос задан. А на какой период, как вы думаете, нам нужно сделать ставку, чтобы он был успешен? Безусловно, не на год. Да. Год – это для того, чтобы пройти популяризацию какой-то этой темы, чтобы создать информационное поле. Для того, чтобы много людей на него обратило внимание. Для того, чтобы наши тюменские предприниматели, городские, понимая, что здесь уже практически нет ниш, и вход в бизнес здесь требует больших ресурсов, они посмотрели на наше село. И нашли возможность кооперации и в селе сделали бизнес. У нас второй, например, третий. И тут устойчиво, и там получается. И вот на этой синергии мы можем создать развитие. Вот как-то так. Но еще один проект, о котором вы сказали, это объединение сельхозпроизводителей, не только, наверное, сельхозпроизводителей Тюменской области, дабы выходить на внешние рынки какие-то. Да. А, я забыл, отвлекся в свои формулировки, когда долго что-то формулировал. О сроках. То есть год – это популяризация. Но если говорить о селе и развитии села, если мы говорим о том, что предприниматель вдруг туда поехал делать бизнес, то он там должен задержаться на десятки лет. Этот проект на 10-30 лет должен быть. И он с позиции власти должен быть так поставлен, то, что это не короткая история. Почему? Потому что если ты туда переезжаешь, твои дети должны там вырасти, обучиться в местной школе. А это уже 20-16 лет, да, до 18 лет у тебя ребенок там находится. Если говорить о сельском хозяйстве, то более-менее рентабельный севооборот – это 3 года, всем известно. А настоящий севооборот, который приносит тебе достаточную прибыль, чтобы ты выживал, это 7-15 лет. И это ухаживание за почвой таким образом, чтобы она давала натуральный продукт. Сегодня, вот, например, Киргизия сделала ставку на органические продукты. Научно обоснованно получаемые. Не просто органика, как лейбл, бренд, а как правильно созданный продукт на земле, что его можно употреблять. Его можно давать своим детям. Большинство сегодняшних наших продуктов, вы же понимаете, что есть нельзя. И мы берем, но боимся, что же такое, вот мы сейчас кушаем. И вот именно эта долгосрочность формирует ту самую перспективу и понимание предпринимателей, что игра в долгу и правительство вот здесь сделает эту ставку в этом году. По Союзу. Предел проблем товаропроизводителей пришел к такой ситуации, когда мы понимаем, что надо объединиться. И сделать правильную долгосрочную ставку. Вот проведенные несколько встреч с аграриями в Тюменском районе, на круглом столе по пчеловодам, по пчеловодству в принципе, уже дает понимание ситуации, что люди готовы объединяться. Потому что проблема настолько близка, что они готовы отказаться от пчеловодства. Нужно становиться нерентабельно, невыгодно. Настолько разделены наши товаропроизводители, мелкие в том числе личные и подсобные хозяйства, что они готовы от этого просто отказаться. Скотину под нож, пчелу просто убрать. Нет смысла ей заниматься ни в деньгах, ни во времени. Поэтому Союз. И Союз таким образом складывается, что он даст другие возможности для товаропроизводителей. Ну я знаю, что в этом или в конце прошлого года вы еще объединились как производители Иванчая, да? По всей России, я так понимаю, это произошло? Да, да. Была такая идея, она несколько лет формировалась. И мы друг от друга узнали, что мы такие есть, и у нас больше 50 таких крупных производителей. И это объединение произошло. Единственное, что я в этом не участвовал. То есть мне показалось преждевременным участвовать в этом Союзе, потому что нам нужно еще подрасти здесь регионально, для того, чтобы там играть значимую роль. А в целом все ребята друг друга знают, мы в чате общаемся, и очень интересное событие произошло. Они все креативные. Да. Когда вот недавно, пару недель назад, председатель Союза написал письмо Синь Цзиньпиню, народу Китайской Народной Республики, о том, чтобы мы готовы поддержать их нашим Иванчаем, после тех вылечившихся от коронавирусной инфекции. Так сказать, поддержать их здоровье и иммунитет. И готовы тонны чая им отправить. Но поскольку Иванчай является истинно природным и экологически чистым продуктом. Да, он бы помог. Разрешения ситуации не было. Конечно, мы тонны на это не отправили. На ситуацию такая была. А вообще коронавирус и вот эта нынешняя ситуация, которая в экономике складывается, как-то повлияла уже на бизнес или нет? Вот сейчас незаметно еще повлияла просто экономическая ситуация. У людей очень мало денег. Просто мало денег. И они экономят на всем, особенно, конечно, экономят на натуральных качествах продуктов. И это сказывается. Январь был по продажам таким, что просто не позавидуешь. Но есть другие производители, которые более, так сказать, производят продукты в корзину ежедневного пользования. Хлеб, картофель, макароны. Там все хорошо. Вот видите, что там происходит в сетях у нас сейчас. А сегмент, который именно особенные продукты, уникальные, натуральные. Но Иван-Чай тоже вид долгого хранения, насколько я понимаю. Ну, он лежит, лежит ему. Плохо не становится, он только лучше становится. Выход вам какой из этой ситуации представляется? И вообще, как вы смотрите на дальнейшее развитие ситуации? В кризис надо вкладываться, надо искать ресурсы для того, чтобы вложиться в развитие. То есть не обращать на него внимания, он пройдет. И кто вкладывается в кризис, тот всегда вырастал. Мы так смотрим. Ну, вот будем надеяться, что ваш совет вами же будет реализован в полной мере. Союз. Да. А, или совет. Совет. Совет, да. И ситуация наладится. Я благодарю вас за то, что сегодня пришли к нам в студию. Всего доброго. Встретимся, я думаю, у нас еще не раз. А на сегодня это еще не все, о чем мы хотели вам рассказать. Встретимся через несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok